В далёком космосе учёные заметили движение. Это астероид, и он движется прямо к Земле. Сто процентное столкновение. В другое место этот астероид попасть просто не может. Он летит с феноменальной скоростью. Но где он ударится, когда это произойдёт, чем это грозит, всё это неизвестно. Объявлена всёобщая тревога. Мы услышали звук сигнала, а потом получили сообщение. А теперь в сердце Нубийской пустыни идут поиски обломков астероида. Если вы отделитесь от группы и заблудитесь, то можете легко погибнуть. То, что учёные обнаружат в пустыне, даст ценный урок на будущее. Потому что подобное произойдёт снова. Удар астероида. Станция 6 в Суданской пустыне. Учёный Муави Ашадад и его водитель направляются в центр бушующей песчаной бури. Подобные бури появляются без предупреждения и длятся по нескольку дней. Видимость ухудшается. Песок ранит незащищённую кожу. Никто не пойдёт в бурю по доброй воле, но астероид упал сюда, и учёные хотят найти его прежде, чем буря сотрёт все следы. Доктор Шадад не знает, добьётся ли он успеха. Но место выбрано верно, и он отмечает его. Невероятные события, которые привели его сюда, произошли лишь несколько недель назад. 6 октября 2008 года. Астроном Ричард Ковальски прибывает на гору Лемон в Аризоне для участия в проекте «Каталина Скай Сёрвей». В тот вечер я подошёл к телескопу, и когда небо достаточно потемнело, я настроил телескоп для выполнения задания. Задание состояло в том, чтобы оповестить о приближающейся угрозе с неба. Эта обсерватория — лишь одна из сети наблюдательных пунктов по всему земному шару. Каждую ночь мы осматриваем небо и разыскиваем объекты, приближающиеся к Земле. Астероиды и кометы, которые подходят близко к планете, и могут упасть на неё. Динозавры вымерли в результате такого падения астероидов. Они не могли отслеживать их приближение, а мы можем, и хотим избежать их судьбы. Но это непомерный труд. Ночью сеть может охватить лишь 5% неба. Компьютер делит небо на квадраты. Наше наблюдение во многом зависит от удачи и правильного выбора места, даже если мы и пытаемся подходить к этому систематически. И в эту ночь Ричарду Ковальске повезло. В тот вечер я настроил телескоп и сделал 4 снимка участка неба между созвездиями Андромеды и Рыб. Мы делаем снимок одного участка неба, а потом примерно через 15 минут мы делаем второй снимок. Программа накладывает снимки один на другой. И так как звёзды неподвижны, движущиеся объекты становятся заметными. Первое наблюдение проходило где-то в половине 11 ночи. Это был явный объект. Это не космический луч, не какие-то помехи нашей камеры. Поэтому я согласился, да, это настоящий объект. Ричард заметил астероид. Большинство замеченных астероидов не представляют угрозы, но проверить их стоит. Он был похож на любой другой астероид. Ничего особенного. Я отослал сообщение в центр, сказав, что обнаружил объект в непосредственной близости к Земле. Отправив подробное сообщение, Ковальский возвращается к работе. Спустя три часа в Бостоне только проснулся Тим Спар, глава центра малых планет. Первым делом с утра я проверяю свою электронную почту. Я вылезаю с кровати, беру кофе и сажусь смотреть, что же поступило на компьютеры нашего центра за ночь. И я замечаю объект, обнаруженный проектом Каталина Скай Сюрвей. Но этот новый объект чем-то отличался от других. Компьютеры всю ночь пытались рассчитать орбиту астероида, но не справились с задачей. За дело берется Тим Спар. Мне понадобилось время, чтобы рассчитать орбиту. И когда я все-таки это сделал, то внизу экрана возникло предупреждение о том, что объект пройдет в непосредственной близости от нас. Там высветилось приблизительное расстояние прохождения. Оно было меньше, чем размер нашей планеты, это расстояние. И вот тут и начиналось самое интересное. Расчеты Тима Спара показывают, что астероид идет на столкновение с Землей. Прежде такого никто не видел. Но прав ли он? Следуя инструкции, Тим связывается с мировым экспертом по подобным расчетам Стивом Чесли из лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии. Если что-то приближается к Земле достаточно близко, или даже может столкнуться с ней, то именно с этим человеком необходимо связаться. Мне в неурочное время позвонил директор Центра Малых Планет. Такое случается не каждый день. Он сказал, «Слушай, Стив, на нас тут движется астероид, и похоже, что будет столкновение». Тут не было сомнений. «Эй, Стив, у меня тут определилось нечто. Оно столкнется с Землей». «Он серьезно?» «Да, серьезно. Я сейчас этим займусь, и я послал ему наши данные». Я очень торопился скорее попасть в кабинет и все проверить. В лаборатории Чесли вводят данные с решением в компьютер. И подробности орбиты астероида проясняются. Он идет прямо на Землю. Я никогда прежде не видел такого, даже на симуляциях. Число вероятности было 1,0000. Стопроцентная вероятность удара. Астероиду лететь было просто некуда. Чесли проводит дополнительные расчеты. Как быстро движется астероид, когда произойдет столкновение? Астероид движется к нашей планете со скоростью 45 тысяч километров в час. И он прилетит к нам всего через 12 часов. Впервые в истории заранее обнаруженный астероид идет на столкновение с Землей. Но где именно он упадет? Нам необходимо узнать траекторию его движения к Земле, узнать, когда именно он достигнет определенной высоты, и понять, в каком положении тогда будет наша планета. А затем мы узнаем, какой район окажется под ударом из космоса. Оказалось, что астероид упадет на севере Судана, недалеко от верховья реки Нил. Астероид приближается к Судану. Он упадет в 5 часов 46 минут по местному времени. Мы постарались предупредить астрономов и продолжали наблюдать за продвижением астероида и его траекторий. В критический момент к наблюдениям подключились сотни обсерваторий по всему миру. Одна группа использует вариации свечения астероида, чтобы создать модель его формы и узнать скорость вращения. Теперь астероид можно визуализировать. Ему даже дано имя. Теперь он ТС-3. И, наконец, Судан тоже предупрежден. Муавиа Шаддат, астроном из университета Хартума, один из первых людей в стране, узнавший об этом. Он мог упасть в любую другую точку планеты, но прилетел к нам, в Судан. Он проверяет координаты, чтобы узнать точное место предполагаемого удара. Хорошие новости. Астероид должен упасть в отдаленном районе пустыни на севере страны. Но там все же живут люди, и предупредить их будет проблематичным. Это очень отдаленный район. С ним нет почти никакой связи. И да, в Америке есть всякие мобильные телефоны, интернет, все такое. А здесь этого нет. Это совсем другой мир. Связь невозможна. И потому на севере страны остаются люди, которые не знают, какая надвигается угроза. А в США Тим Спар старается найти ответ на важнейший вопрос. Насколько велик астероид? Свои расчеты он основывает на наблюдении степени яркости. Какие же ожидать разрушения? Я сразу понадеялся, что увижу маленькую цифру, обозначающую размер. И так и случилось. Если бы я увидел, что к нам летит объект диаметром в 500 метров, я бы просто-напросто отчаялся. Похоже, что астероид не превышает размером грузовик и весит 80 тонн. Он не станет причиной вымирания, но достаточно велик, чтобы нанести сильный удар. Парящие в космосе спутники наблюдают за предполагаемым местом удара в пустыне. А в зоне удара Иса Али Хусан ведет своих верблюдов на поиски пищи. И как раз туда, почти точно в предсказанное время, приближается астероид. Он миллионы лет летел сквозь космос и, наконец, прибыл в место назначения. Вскоре после молитвы все засветилось. Вся земля засияла. И три или четыре минуты только и слышно было. ТС-3 вошел в атмосферу на скорости 12 километров в секунду, и он был так же раскален, как солнце. Он начинает разламываться и затем взрывается с мощностью небольшой атомной бомбы. К счастью, взрыв не достиг поверхности. Детонация произошла так высоко, что никто не пострадал. Один сообразительный человек даже успел снять дым от взрыва на мобильный телефон. Высоко над Землей спутники запечатлели момент взрыва астероида. Впервые удалось не только заметить астероид в космосе, но и проследить путь его падения. Я просто был уверен, что на моем веку такого не случится. Что нам удастся обнаружить что-то, что ударится о Землю вот прямо на следующий день или неделю спустя. Но это может случиться снова и снова. В нашей Солнечной системе существует астероидный пояс между Марсом и Юпитером. В нем миллионы астероидов. И большое количество объектов циркулирует в поясе Койпера за Нептуном. В подобных поясах объекты часто сталкиваются. В любой момент один из обломков может подвергнуться действию гравитации Юпитера и оказаться на орбите, которая миллионы лет спустя приведет его к столкновению с нашей планетой. Информация о составе астероида, о его плотности и весе может быть чрезвычайно важной для защиты человечества в будущем. После падения ТС-3, специалист по астероидам Петер Йеннискенс намерен отыскать его фрагменты, которые называются метеоритами. У нас появилась возможность собрать метеориты Земли и связать их с астероидом, который летел к нам, который мы наблюдали из космоса. Ученым известно, как ТС-3 выглядел в космосе. Поэтому найденные фрагменты помогут понять состав других астероидов. Но сумеют ли они найти образцы? Я не знал, какие тут обстоятельства. Не знал, сможем ли мы выходить из Хартума на место падения, добраться до того района, где рассеялись метеориты. Йеннискен связался с суданским профессором Муави Шаддадом. Он планирует сам участвовать в экспедиции в пустыню, пока метеориты не потерялись в песках. Он даже не колебался, он прямо сказал, что очень хочет присоединиться к экспедиции, и я считаю, что он очень отважный человек. Я изрядно волновался из-за поездки в Судан и думал об успехе подобных поисков, но, несомненно, эта экспедиция была просто совершенно необходима. Через несколько дней в Хартуме Шаддад и Йеннискенс объединили усилия и собрали экспедицию для поисков обломков астероида. Я не знал, никакую одежду брать, нисколько воды нам понадобится, не знал, будет ли жарко в пустыне или будет холодно. Я ни о чем не имел понятия. Загрузившись провизией на шесть дней, они выезжают из Хартума в Нубийскую пустыню, одно из самых отдаленных мест в Африке. Путешествие по жаре и пескам займет два дня. Ученые идут по координатам НАСА. И это необходимо в этой огромной пустынной местности. Приближаясь к эпицентру, они встречают людей, которые были свидетелями удивительного события. По левую сторону от станции 6 пролетел метеорит, взорвавшийся в небе. Вы это видели? Да. В небе появился большой светящийся круг, очень яркий. Мы проснулись, испугались. Было очень страшно. Мы даже подумали, что начался судный день. Это была чрезвычайная ситуация. И мы вернулись в дом. По пути к ним присоединилась группа из 50 студентов университета Хартума. Они будут помогать в поисках, и их участие необходимо. Они направляются на дальнюю станцию железной дороги. Станцию 6 в глубине пустыни. Неподалеку от нее взорвался астероид. Он станет базой экспедиции. Янискен сразу принимается за работу, стараясь рассчитать высоту взрыва по фотографии дыма с мобильного телефона. По его подсчетам, выходит, что взрыв произошел на высоте в 37 километров. Помню, что у меня возникло чувство отчаяния, потому что никому никогда не удавалось найти метеорита от взрыва, произошедшего в 37 километрах над Землей. Шансов найти любые фрагменты астероида ТАИС-3 все меньше и меньше. Рано утром члены экспедиции видят, что ночью около станции 6 прошла песчаная буря. Хотя группа готовится к поискам, всем известно, что они не принесут плодов. Песчаная буря возникает почти без предупреждения, и они очень опасны. Когда продуктов хватает только на 6 дней, потеря одного дня из-за бури сокращает возможности поиска. И, похоже, погода снова ухудшится. Не думаю, что сейчас возможно вести поиски. Беспокоясь из-за ограничения во времени, Шадат расставляет маркеры в пустыне, чтобы студенты смогли легко найти зону поисков, когда погода улучшится. Но больше всего ученых волнует вопрос, а уцелело ли что-нибудь после песчаной бури? Утром я проснулся в большом волнении. Я думал, вот он, тот самый день, мы найдем множество метеоритов. А потом увидел вот это, и это просто ужасно. Боюсь, что эти песчаные бури и ветер уничтожат все следы кратеров, оставшихся в месте падения метеорита на Землю. Очень многие фрагменты попросту исчезнут. Пережидание бури действует ученым на нервы. Но, наконец, через несколько часов ветер стихает. Теперь можно начать поиски. И любой фрагмент может оказаться чрезвычайно важным для нашей защиты от ударов астероидов в будущем. Они выстроились вдоль рельсов по области, над которой пролетал астероид. Искатели идут на расстояние в 20 метров друг от друга и растянулись на километр. Они прочесывают пустыню в поисках необычных камней или ям в песке, образованных обломками астероида. У нас сегодня было на это только два часа. Ну, как же я надеюсь, что кто-нибудь сейчас закричит «Ура!» на шоу! Как бы это было хорошо, и подняло бы наш дух. Но день заканчивается безрезультатно. Теперь все представляют масштаб работ, который предстоит выполнить. Пора вставать. На следующий день доктор Шадат намерен продолжать. Мы стараемся начать как можно раньше, потому что где-то часов в 10 может подняться ветер. И тогда на нас снова обрушится песчаная буря, как это было вчера. Погода стоит ясная, и все хотят как можно скорее приняться за поиски обломков астероида. Шадат организовал студентов, поручив им обыскать около 10 квадратных километров. Они ждут, не дождутся начала работ. Но проблема в том, что они никогда не видели метеорита. Любой темный или черный камень попалется, и тебя уже зовут. Люди растянулись на километр, а тебе приходится бегать от одного к другому, к третьему, к четвертому. Суть поисков метеорита в пустыне – это сосредоточенность и долгие часы ходьбы. Но после долгих часов бесплодных поисков и ложных тревог нашелся характерный черный камень. Кто его нашел? Поздравляю. Как только я его увидел, то сразу понял, что это метеорит. На нем был такой красивый и характерный рисунок. Я просто не мог в это поверить. Я сделал снимок координаты метеорита, поэтому я знаю, какой метеорит каким координатам принадлежит. И еще мы делаем фото человека, которому принадлежит находка, чтобы если мы вдруг потеряем ту или иную информацию, мы все же сможем отметить человека, которому очень повезло. Теперь они знают, что идут правильным путем. И находок становится все больше. Четвертая группа нашла еще один. Четвертая? Да, четвертая. Хорошо, сейчас идем. Мы словно ищем иголку в стоге сена. Район просто огромен. Но вот она. Кто его нашел? Янис Кэнс опознает метеориты по оплавленным краям, называемым корой плавления. Она возникает из-за высоких температур, образуемых при быстром проникновении астероида в атмосферу. У меня в руках кусок астероида, прилетевшего из космоса. Это образец небесного тела, и чтобы заполучить такой, НАСА потребовалось бы уйма денег. Просто уйма. Было бы очень тяжело такое устроить. Если бы можно было создать аппарат, который взял бы образец астероида, он принес бы максимум пару граммов. Малюсенький кусочек. Теперь думать о вчерашнем дне уже не так грустно. Ученым удалось собрать целую коробку метеоритов. Но Шадат и Енис Кенс хотят найти еще больше, чтобы можно было создать модель целого астероида. Может быть, нам понадобится растянуться, чтобы узнать, как далеко на юг мы можем зайти. Попробуем так сделать. Следующий день начинается рано, и поисковые группы уходят на километры в направлении юга. Но водить машину в пустыне нелегко, а водить автобус и того сложнее. Передвижение на юг принесло свои плоды. Группа находит все больше метеоритов, но уже совсем другого состава. Некоторые куски хрупкие и крошащиеся. Вот. А некоторые твердые. Это очень интересно. Заставляет предположить, что мы находим фрагменты астероида. Похоже, что ТС-3 состоял из разных материалов, и некоторые Енис Кенсу не знакомы. Боже! Это ведь удивительно! Что это такое? Ты скажи, я не знаю. Похоже на метеорит. Вот у него кора плавления, но он блестит зеленым. Я не знаю, что это. Мы разное видели, но это совсем уж загадочно. По кусочкам им удается создать модель астероида ТС-3. И это очень необычный объект. Позже вечером на станции 6 ученые обнаружили, что возникла еще одна загадка. Изначально поиски были сосредоточены в районе 1 километра от путей. Большая часть обнаруженных фрагментов была найдена чуть дальше от траектории астероида. Теперь мы узнали, что больше метеоритов можно найти к югу от Реса. И если хотим, чтобы поиски были наиболее плодотворными, то надо сосредоточиться в месте наибольшего скопления. Вот здесь. Находки заставляют предположить, что астероид пролетел примерно на километр дальше к югу, чем предсказывалось. Но почему? В НАСА допустили ошибку? Вот здесь у нас середина пути метеорита. А здесь было обнаружено большое количество фрагментов. Номер 219. Мы сейчас в самой гуще. Именно здесь падали метеориты. Здесь и потом дальше по линии железной дороги. Теперь нам надо просто угнаться за студентами. Вон уже несколько ждут меня. Еду к номеру 220. Они находят все больше обломков. Но со временем количество находок начинает сходить на нет. Петер, мы прошли уже 3,5 километра. И находим все меньше фрагментов. Хорошо. Может, пусть студенты пройдут еще полкилометра, чтобы мы удостоверились, что дальше фрагменты совсем не появляются. Экспедиция близится к завершению. Но перед Йеннис Кенсом и Шададом встают сложные вопросы. Вернувшись в университет Хартума, они принимаются за поиски ответов. Сначала они измеряют вес и плотность образцов. 4,41 грамма. Грубые измерения показывают, что плотность некоторых кусков очень низка. Меньше, чем умела. Но фрагменты неоднородные. Каждый раз, как мы разворачиваем эту фольгу, у меня словно Рождество настает. Получаешь что-то совершенно новое. Посмотрите. Очевидно, что ТС-3 был необычайным объектом. Хрупкой массой из различных видов камня. Но как он образовался? Насколько это типично для астероидов, от которых нам, возможно, придется защищаться в будущем? Ученые разделяют нагрузку по тестированию образцов, и некоторая их часть отослана в США. Они прибывают в Институт Карнеги в Вашингтоне. Здесь Андрю Стилл начинает исследование странного состава астероида. Он никогда не видел ничего подобного. Грубо говоря, в такое превратился бы Ваш завтрак, если бы Вы готовили его на газовой плите где-то два дня. Все спеклось в одну массу. Отдельных элементов не узнать. С помощью мощного лазерного спектрометра доктор Стилл исследует углеродный состав астероида. Ширина пика указывает на то, через какую температуру прошел метеорит. И вот этот пик означает, что он преодолел температуру в тысячу градусов по Цельсию. То есть это где-то на 150-200 градусов выше, чем все, что мы видели раньше. И эти образцы взяты из внутренней части метеорита, что показывает, что нагрев происходил при образовании астероида. Стилл решает исследовать материал под микроскопом. Он помещает образец на предметное стекло и совершает важное открытие. Когда я снял стекло и положил его обратно под микроскоп, я заметил на нем царапины. В мире существует очень мало элементов, которые не уступают плотностью стеклу и могут оставить на нем отметину. Он наводит микроскоп на царапины на стекле. Исследуя эти царапины и частицы, которые повредили стекло, я начал анализировать данные и пришел к выводу об алмазе. В образце содержатся алмазы. И эти алмазы свидетельствуют о внезапном и огромном давлении, благодаря которому они образованы. Подобное давление можно сравнить с тем, как если бы вас закопали в землю на 6 километров и навалили сверху камней. Приблизительно такое испытали алмазы. Мы проанализировали сотни метеоритов, и этот выделялся сразу же. По нему заметно, что он перенес какой-то серьезный катаклизм. Воздействие высоких температур и давления заставляет предположить, что астероид ТС-3 образовался в результате сильнейшего удара. Его необычный состав мог стать результатом столкновения двух астероидов, которое создало множество мелких кусков. Но насколько вероятна встреча с астероидом вроде ТС-3 в будущем? На этот вопрос пытается ответить Дженнис Бишоп в Институте Сети. Он изучает свет, отражаемый обломками, и сравнивает его с данными астероида ТС-3 и с другими астероидами в космосе. Астероиды сгруппированы в классы, определяемые их видом. Здесь у нас спектры различных астероидов. Светло-зеленый спектр принадлежит только что осмотренному метеориту, а темно-зеленый астероиду типа F. Как видите, этот метеорит наиболее схож с метеоритом типа F, темно-зеленым. Данные ТС-3 почти идентичны астероидам класса F. Бишоп делает вывод, что астероид ТС-3 сам принадлежал к классу F. Многие из этих темных астероидов известны, и теперь она подозревает, что они сходны составом с ТС-3. Более того, изучение орбиты этого астероида поможет идентифицировать другой астероид класса F, который может нанести гораздо больший урон планете. Мы можем отследить его в той самой точке астероидного пояса, откуда откололся именно этот конкретный материал. Начав с траектории ТС-3, при приближении к Земле, ученые смогут пройти по ней и увидеть, откуда взялся этот астероид. Орбиты приводят их к уже известному астероиду класса F, известному как 1998 КУ-2. Это помогает им понять, каков был ТС-3 и чего ждать от возможной новой угрозы. Миллионы лет назад два огромных тела столкнулись и разломились. Один из обломков ТС-3 отлетел в сторону и со временем вышел на курс, который привел его к столкновению с Землей. Но следом за ним идет КУ-2. Его орбита должна развиваться таким же образом. размер КУ-2 составляет 2,5 километра в диаметре. Если он когда-нибудь выйдет на курс, пересекающийся с нашей орбитой, он может представлять угрозу цивилизации. За ним требуется наблюдение. Но как мы сможем защититься от удара астероида такого класса в будущем? Находки из пустыни указывают на то, что ТС-3 вел себя не так, как ожидалось. Когда Петер Енискенс и Муавиа Шадат разметили область нахождения обломков, наибольшее их количество оказалось южнее предполагаемого курса. Большую часть мы обнаружили к югу от рельсов. На ветер это списать нельзя. Обычно ветер может отклонить метеор с курса, но в этом случае ветер был очень слабый. Если поведение ТС-3 отличалось от ожидаемого, это значит, что и расчеты относительно будущих астероидов могут в чем-то быть ошибочными. Марк Бослу, вероятно, ведущий мировой эксперт в области взрывов астероидов в атмосфере. Он использует данные о падающих астероидах, чтобы создать модель того, что произойдет при ударе. Он работает в лабораториях Сандия в Нью-Мексико, используя суперкомпьютеры для расчетов того, как и почему некоторые астероиды взрываются в атмосфере с огромной силой. Обычно мы не считаем энергию движения мощной, но когда астероид движется с космической скоростью, то количество энергии в тонне его веса гораздо больше, чем, допустим, в тонне взрывчатого вещества. Марк Бослу показал, что хрупкие астероиды малой плотности взрываются под давлением при входе в атмосферу. Они разваливаются на части, и потому взрываются особенно сильно. А если они велики, это сравнимо с ядерным взрывом. И теперь он впервые может сравнить свою теорию с фактическим поведением ТС-3. В этом случае мы располагаем данными астероида до его падения. Я знал, что угол падения составляет 20 градусов. Знал, что скорость составляет 12,4 км в секунду. У меня были данные о его массе. Я могу построить на этом симуляцию произошедшего события. Бослоу надеется, что моделирование удара объяснит, что произошло. Почему ТС-3 взорвался так высоко, и почему он будто отклонился от курса. Свидетели говорили о нескольких взрывах. Было слышно бум-бум-бум. Я слышал бам-бам-бам. Был такой пульсирующий свет, но он был очень яркий. А в реальности, так же, как и скопление камней или грязи, астероиды неоднородны. У них есть твердые области и мягкие области. Они бывают необычных форм. У них порой отламываются отдельные фрагменты при входе в атмосферу. Вход астероид в атмосферу — это непростой одинарный взрыв. Это разлом. Он гораздо сложнее, чем кажется большинству людей. Сложная структура и форма ТС-3 означает, что произошел другой непредвиденный взрыв. И низкая плотность заставил астероид взорваться высоко в воздухе. По данным анализа, эти факторы, сведенные вместе, могут объяснить, почему астероид сбился с курса. Удивительно, что лаборатории реактивного движения удалось указать настолько точное время этого взрыва. мы не знали, на какой высоте он взорвется, потому что это требовало дополнительной информации, которой у них не было. Бослоу моделирует более крупный объект сходного состава, чтобы узнать, чего мы можем ожидать в случае падения такого астероида. Астероид класса «Ф» диаметром 40 метров взорвется с мощностью огромной водородной бомбы. Анализ ТС-3 заставляет понять, насколько важно знать состав астероида, чтобы предугадать, как он себя поведет. И это означает, что мы можем придумать способы защиты от подобного астероида. Дэвид Дирборн, физик из лаборатории Лоуроса Ливермора, неподалеку от Сан-Франциско, провел много времени, обдумывая этот вопрос. Дирборн убежден, что лучший способ сбить астероид с курса — это ядерный взрыв. И он использует результаты тестов, проводимых в пустыне Невады, чтобы рассчитать необходимое количество взрывчатки. Эти тесты позволят узнать, можно ли использовать ядерные устройства в мирных целях. Дирборн занимается этой проблемой уже 40 лет. Его исследования показывают, что знание состава астероида жизненно необходимо. Да, это подушка, а не астероид, но ее низкая плотность покажет, насколько сложно сбить его с курса. Стрельба по подушке практически не дает эффекта. Пуля просто проходит ее насквозь и почти не передает своей инерции. Если использовать что-то для толчка, например, ядерную бомбу, то надо точно представлять, какого количества будет достаточно. Например, если бы мы имели дело с плотной землей, песком или гравием, нужно было бы затратить совсем иные усилия. Более плотный астероид поведет себя совсем иначе. Твердый объект сопротивляется снаряду, проходящему сквозь него, и потому энергия снаряда передается объекту. Так случилось бы, будь у астероида плотная поверхность. Но некоторые астероиды, вроде ТС-3, могут просто разбиться на мелкие части, не отклонившись в сторону. Это может увеличить наносимый вред. То, как астероид отреагирует на удар или ядерный взрыв, сильно зависит от его механических свойств. То есть свойств камня. Хрупкий ли это камень? Может быть, это несколько мелких камней, соединенных вместе. Плотное это соединение или свободное. Астероид ТС-3 дает нам представление о том, как связаны увиденные нами в космосе с теми камнями, которые есть на Земле. Дирбурн полагает, что знание состава астероида позволит создать подходящее ядерное устройство. Но ему потребуется время. Если позволить всему идти своим чередом, последствия могут быть более серьезными, чем после взрыва ядерной бомбы. Это технология, которой мы располагаем. А не то, что вот я пришел и сказал. Нам нужны крупные исследования и новый вид ядерной взрывчатки. Нет, у нас уже все есть. У нас есть знания, и мы можем их применить. Но уже созданного отражателя астероидов нет. Нельзя прийти в специальный магазин и купить его. Ядерное вмешательство уже никому не представляет угрозы. Пожалуй, даже хорошо будет избавиться от лишних ядерных бомб на нашей планете. Опасность состоит лишь в том, что взрыв не сумеет оттолкнуть астероид в нужную сторону. И этот взрыв повлияет на объект непредвиденным образом. Может быть, разобьет на части, а не оттолкнет. После падения ТС-3 эксперт по астероидам Дэвид Моррисон считает, что нам нужно как можно больше узнать о составе угрожающих нам астероидов. В космосе таится угроза. Астероид достаточно большой, чтобы угрожать жизни на Земле. Апофис, астероид примерно в 300 метров диаметром, он способен уничтожить целую страну, если упадет на нее. Он интересен тем, что подойдет близко к Земле, и его можно будет увидеть невооруженным глазом в апреле 2029 года. И, к сожалению, есть небольшая вероятность, что семь лет спустя он вернется и ударится о Землю. Нам не хотелось бы допустить подобное. Моррисон считает, что нам надо узнавать состав Апофиса на случай, если в 2029 году мы узнаем, что он идет на столкновение с нами. А чтобы получить достоверные факты по объекту вроде Апофиса, нам понадобится космический корабль-разведчик, который подлетит к нему, будет держаться рядом и исследовать его вблизи. Если бы мы сейчас запланировали подобное путешествие на Апофис, то у нас было бы время, чтобы с ним разобраться, если бы он действительно пошел на столкновение. Но, пожалуй, самый важный урок, который мы получили благодаря ТС-3, состоит в осознании, что у нас может не хватить времени на защиту. Теперь мы знаем, что способны отследить небольшие астероиды при приближении к Земле. Именно это случилось с ТС-3. Мы его обнаружили, рассчитали его робиту, проанализировали последствия удара. В этот раз все обошлось. Он шел на столкновение, и результаты наших анализов показали, что мы способны отслеживать такие астероиды. Благодаря ТС-3 мы поняли, что наши телескопы позволяют найти и отследить подобные объекты, подобные астероиды, когда они приближаются. И теперь люди, изучающие небо, знают наверняка. В космосе тысячи мелких астероидов. И с ними нам еще когда-нибудь предстоит разобраться. Начиная с этого года, наши шансы обнаружить астероид повышаются. Сеть наблюдения за небом расширяется, в нее вкладывается больше денег и больше времени. Надеюсь, что мне не доведется узнать, что какой-нибудь астероид уничтожит цивилизацию, потому что это будет ужасная новость. Но небольшой астероид тоже может кому-то причинить вред. Кларк Чепман, ученый в области космонавтики из исследовательского института Саутвест. Он полагает, что после падения ТС-3 мы должны совсем иначе смотреть на угрозу падения астероида. Последние 10 лет мы с коллегами волновались из-за астероидов превышающих километров в диаметре. Но мы не думали, что маленькие телескопы, наблюдающие за ночным небом, правда, маленькие, смогут отследить мелкие астероиды. Теперь мы знаем, что способны заметить их. Но, вероятно, только при приближении к Земле. Мы никогда не проводили анализ объектов, которые собирались упасть на Землю. Такое падение это совершенно новая концепция для телескопического поиска астероидов. Вероятно, что мы получим предупреждение всего за несколько дней. Может быть, за неделю. Теперь мы можем предупреждать людей. Если бы на нас падал более крупный объект, мы смогли бы предупредить их за несколько дней до удара. Они бы уехали и спаслись. Представьте, что было сделано такое предупреждение. На Сан-Франциско надвигается 30-метровый объект и он должен упасть через неделю. Это еще один астероид класса F, вероятно, старший брат ТС-3, образованный тем же столкновением астероидов. Если бы подобный объект взорвался над Сан-Франциско, он уничтожил бы все к северу от Маркет-стрит. Уничтожил бы мосты, здания. Людям пришлось бы эвакуироваться. Многие ученые полагают, что группы быстрого реагирования должны готовиться к угрозе падения астероидов так же, как и к любым другим чрезвычайным происшествиям. Город ждет удара и разрушительного взрыва. Но население было предупреждено и все улицы пусты. люди уезжают, покидают город. С самого рождения Солнечной системы на Землю падали астероиды, большие и маленькие. Но теперь мы можем заранее увидеть их. Благодаря ТС-3 мы узнали, что когда на Землю надвигается небольшой астероид, мы можем предупредить об этом людей за несколько дней или недель до удара, эвакуировать их, убрать из зоны риска. Может быть, они уйдут только на сотню километров от зоны удара и смогут даже увидеть взрыв астероида, но останутся в живых. Предварительное планирование поможет выжить тысячам, а может быть, и миллионам людей. Фильм озвучен студией ARK-TV. Текст читал Павел Кипнис. Редактор субтитров А.Семкин